По-моему, чуть-чуть перестаралась, вот где, слишком длинный шаловидный отросток, я бы это все вот так сделал, покороче немножко. А то у тебя получилось, что затылок на зрителя, а мозг бы туда выбежал. Вот попробую еще раз проверить, посмотреть. Ну что ж, не плохо, но и такое же. Почти наверняка в следующий раз придется исправить, потому что самое серьезное, ну всего два правила в рисунке, по большому счету. Вот вы первая, самая главная, нарушена. Коль, с твоей точки зрения, какое правило вот в этом рисунке нарушено? Оно началось с роботом и по закрашиванию. А с чего начинайте? Ну, с лучшего подхода. Разумеется, вы не замкнули общий контур и начали работать с деталями. А дело в том, что это надо обладать уже безуговизненным глазомером, очень хорошо раз. Вы не нарушили пропорции в деталях, пока у вас нет общей картинки. Поэтому давайте на остатки времени попробуйте все-таки о внешних омпах. Ага, помните про мальчиков и девочек вы порезнули, да? Вот высота зубной коронки, сравните с высотой глазниц. Не-не-не-не-не-не, погорячий. Сначала разберитесь с этим зубом. Вот опять же зубной нурет, давай посмотрим. У тебя, вот если взять вершинки зубов, поставить на линию, линия вот так пойдет. Согласен? А ты видишь, что на самом деле вот этот зуб, вот в этой точке, вот в этой точке, а этот во всех точках опирается на плоскость. Вот так линия идет. Вот этой части просто нет. Вот видишь, здесь же он совсем низенький. Но почему-то он стачивает. А почему-то, потому что он стачивает с этой стороны намного сильнее. Ну, поскольку вы все уже старички, не первый раз занимаетесь. Мне интересно ваше мнение. А вообще, наша с вами работа, вот, вам лично, не мнение ваших родителей, а вот вам лично, что-нибудь дает? Да. Ну что ж, это очень славно. Если так. Чем человек больше умеет, тем он лучше к себе относится. Это очень хорошая база для основного уважения. Ну вот я еще тоже слушаю такие лекции, думаю, а вот сколько людей не нашло в себе в жизни, только потому что и на жизненном пути в школе не встретился хороший преподаватель? А сколько людей не нашло в пути в жизни, потому что на жизненном пути не встретился хороший городоначальник? И так далее, и так далее. Ну, мир несовершенен, там что с этим делать? Заинтересовать его увлечь, если самому неинтересно, невозможно от слов совсем. Мне, по счастью, до сих пор чертовски это все интересно. И интересно возиться вот с этой всей публикой, понимая, что каждый из них ваш. Каждый из них. А как тут начинаешь внести разумное, доброе, вечное в масса, все, это мотива, профессиональная мотива. Масс не бывает. Александр Васильевич, может, садович? Нет, Александр Васильевич, не в масса, все. Здесь не так важно, что он сам говорит, но я так хорошо знаю, как он работает в натуре, я же это видел. Это совсем другая картинка. И вы знаете, я бы на этом этапе, мы там дойдем еще немного зубы, наберите вот эти вот линии построения, так? Я бы на этом этапе просто закончил. Завтра доделаем моски, сприведем порядок линия и займемся заведчиками. У вас вполне завершенный эскиз, ну-ка, дайте-ка я взгляну. У меня еще швы нет. Нет, ну, швы это детальки. Значит, пропорции главные части, ага. Ну, немножко вы потом корректируете височное окно, это вы сами увидите даже. Вполне себе. Вот это будет трудное место, но как раз заливка позволит показать, как здесь что сочетается. Ну, а что это завтра? Очень-очень хорошо. Ну, как выглядели. Так. Так. Хорошо, видите. Не увидели одну линию, немножко вам это пока мешает. Но это мы корректируем уже завтра. Видите, что я имею ввиду, вот так. Как только вы ее провели, сразу станет понятно, что вот эта часть зуба вот сюда въехала. Здесь вот такая форма короночки. Так. А значит, вот как. Ну, это мы все затрагиваем. А во всем остальном отличим. Все хорошо. Так. Ну, ладно, давайте не будем спешить. Потому что начало у вас вполне. Ну, вот этот рог мы переделываем, а у нас же не так нам делать. А все остальное вполне нормально. Так. Только вот спешить сейчас не надо. Знаешь, как говорят там, поспешишь и где-нибудь смешишь. Ну, досадно будет испортить хорошее начало. Продолжим завтра. Так. Ну, Коль, вот такие детали швов сейчас. Тем более так нажимаем на карандаш. Мы же с вами говорили, когда делаешь эскиз, сильное нажатие допустимо или нет? Нет. Но зачем что-то? Так. Наличь. Я себе участвую. Ладно, сейчас рисунок не трогай, оставь начало, вот если не считать этого шва, начало очень хорошее, так? Да, ну, да, очень хорошее в состоянии. Если уж тебе не терпится сейчас что-нибудь с рисунком поделать, убери этот швов. Просто. Мы потихонечку завершаемся. Мы спрашивали, эти интересные люди предлагают завершиться, а они как будто и ничего не слышали. Пускай, пускай полезно. Спасибо. 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 Продолжение следует...